Ну, сезон, мы, в принципе, как начали, так и закончили с Валенцией. Очень плохо начали его и очень плохо закончили. Середина сезона была очень хорошая, потому что мы боролись за попадание в финал 4-х Евролиги, очень хорошо выступали, как для нас, для дебютанта этого турнира. Мы достойно выступили, все остались довольны. По чемпионату тоже, после неудачного старта, мы выровняли наше положение, боролись за призовые места в регулярном чемпионате и остались третьими. А вот когда начались плей-оффы, то ли мы уже подустали, то ли мы морально выдохлись, то ли, не знаю, чем объяснить, но мы проиграли Бильбао в первом раунде плей-офф, чем очень огорчило и нас, и руководство, и самих себя. Такой сезон был, в принципе, неплохой, так его смазали в конце. Поэтому так, неоднозначно, 50-50. Не могу сказать, что это был хороший сезон, не могу сказать, что это был плохой сезон. Что-то такое посерединка. Когда мы играли последнюю игру в Бильбао, я травмировался, и такую неприятную травму получил. И я, получается, еще в отпуске 15 дней лечился, остался в Валенсии, не мог полететь домой. Поэтому еще полмесяца сидел в Валенсии, дорабатывал там с тренерами, получается, у меня отпуск начался чуть-чуть позже. А по поводу, по поводу, сколько сил потратилось, да. Каждый, любой сезон в Испании у нас от Валенсии очень тяжелый, выматывающий. И к концу уже просто нет ни моральных, ни физических сил. Поэтому надо только месяц, чтобы восстановиться, прийти немножко в себя, отдохнуть. Каждый сезон, потому что очень много игр, и все игры очень напряженные. В Испанском чемпионате нет явных аутсайдеров. Каждая игра – это на вес золота, надо на 100% отдаваться полностью, чтобы достичь результата. Плюс, так получается, что два сезона подряд работаем с сербскими тренерами, а сербы в тренировочном процессе очень серьезно относятся к нему, и очень много работаем. Поэтому, да, так сказать, тяжеловато было. Но был результат, поэтому все молчали, делали свою работу, и довольно-таки неплохо выступали до последних двух игр. Это приятно с кем-то поговорить на родном языке, поделиться своим впечатлением о сезоне, о каких-то моментах разных. Это, конечно, приятно, интересно, потому что немножко не хватает этого общения на русском языке, на украинском. Потому что все свои эмоции ты не можешь передать ни на испанском, ни на английском, так, как ты должен это сказать. Поэтому, когда встречается такая минутка с кем-то поговорить на русском языке или на украинском, очень приятно, это поднимает тебя, как бы дает небольшой толчочек дать, что надо работать, забыть обо всем, надо перетерпеть, потому что скоро приезжай домой. Как сказать, думаю, больше на английском, когда вот сербами работали, больше на английском. Но, в принципе, наши тренеры знали и сербский, и испанский, и английский, как бы и так он. Больше на английском, конечно, но было и испанское, как бы. Но, как бы, баскетбольные терминологи я уже тоже нормально все изучил испанский, английский. Допустим, в жизни больше общаюсь, конечно, на английском, потому что испанский там тяжело. А в баскетбольном плане все эти термины все уже знаю, как бы, мне как бы все равно, будет это испанский, будет это английский, уже адекватно отношусь, как я понимаю. Начнем с настроения. Я, как бы, уже 11-й год сборной подряд, и всегда еду только, ну, как бы, с радостью помочь команде, помочь партнерам, помочь тренерам, как бы. И считаю, это, ну, как бы, за честь представлять сборную страны своей, потому что, как бы, она нас родила, мы, как бы, чем-то обязаны, поэтому нужно отдать долг нашей стране. Поэтому тут вопроса не могло бы быть, приеду, не приеду, всегда приезжаю, как бы, без всяких там вопросов. А по поводу функционального состояния, ну, скажем так, на процентов 60-70 я уже готов, потому что до сборной я сам по себе тренировался, по самому графику индивидуальному, как бы, и в тренажерном зале, и так бегал. Ну, немножко, конечно, есть какие-то маленькие нюансы по поводу здоровья, ну, это такое, это мелочи, когда в ходе тренировочного сбора мы это все устраним, и все будет нормально, поэтому, я думаю, еще какая-то неделька-полторы будет оптимальной формы. Это стало очень интересной новостью, когда назначили главного тренера американца Майкла Фротелла. Я с ним общался еще, когда я ездил на драфт за Мемфис, он был там главным тренером, мы с ним потом разговаривали, то, как бы, я его лично уже знал. По поводу его работы, тоже многие, и в Испании мне говорили, что он довольно-таки очень сильный тренер, и, там, со своим видением игры, как бы, и, в принципе, должен нам помочь наша сборная. Поэтому, когда я приехал сюда, на сбор уже, получилось так, что я увидел всех тренеров, которые приехали, очень хороший тоже состав, и, как бы, потому что одному-двум человекам тяжело справиться с командой, которая собирается только на два месяца и добиться какого-то результата. Поэтому нужно больше людей, вот как они сделали, и очень хорошо. Там один отвечает за защиту, второй за нападение, третий там работает с большими, четвертый там с маленькими, и Майкла все собирает вместе, и, как бы, мы работаем. Очень интересно, на самом деле, приходят тренировки. Да, тяжеловато пока, как бы, непривычно, потому что мы тренировались обычно там по два часа тренировка, а тут уже найдет два с половиной-три. Но это надо вначале, потому что надо набрать функциональную форму, функциональную готовность, потому что без нее никуда. Какие бы схемы ни были, если ты не готов физически, ничего не будет. Поэтому, сцепив зубы, нужно работать, нужно отдавать отчет, что это будет так, где-то продолжаться недельку, вторую, а там станет легче. Поэтому, я, честно говоря, пока мне все нравится, потому что я вообще люблю, когда все время что-то новое. Потому что, когда на тренировке делаешь одно и то же самое 10, 20, 30 раз, ты уже просто делаешь это некачественно и уже относишься к этому не очень так уважительно. А когда каждый какой-то элемент новый, интересный, ты все время пытаешься сделать на максимуме, и, соответственно, растет твоя физическая форма, твое спортивное мастерство, мышление. Пока очень интересно, я доволен. Конечно, это больше американский стиль, но почти то же самое делаем и у себя в Валенсии, и в Европе. Разница, в принципе, небольшая. Задача одна. Если хочешь добиться результата, нужно делать каждое упражнение на максимальную скорость, на 100% выкладывается. И будет результат. Какие бы ни давали бы эти упражнения, если ты будешь его делать из-под палки или как-то нехотя, ничего не получится. Ни в американском баскетболе, ни в европейском, ни в украинском. Поэтому главное, ист, истина, это правило такое. Надо все делать максимально плодотворно, на максимальных скоростях и с максимальной самоотдачей. Ну, немножко, вы знаете, как бы сказать, для Майкла Фротелла создали тут, конечно, намного благоприятнее условия, скажем так, чем для наших украинских тренеров. У нас украинских тренеров не было такой поддержки. Они могли себе позволить привести с собой 5 тренеров, условно говоря. Они себе не могли позволить жить там в хорошей гостинице. Они себе не могли позволить там всякие баскетбольные элементы, те же набивные мячи, всякие резиночки, прыжочки, шарики, мячики, всякие все разные. Потому что было все в сжатых рамках, в сжатых сроках, нужный результат, и все. Делай, что хочешь, у тебя команда, неважно, в каком у нас состояние, должен сделать результат. И поэтому очень тяжело. Тут же как бы дается небольшой, я так понимаю, карт-бланш, ну, что есть время, есть, ну, то бишь, любые возможности, что-то, что-то запросили тренера, все им сделали, дали, тебе нужен результат. Поэтому, нельзя так сказать, что эти тренера лучше, наши украинские хуже, просто немножко в других рамках все работали. Я не думаю, что если бы нашему тренеру тоже дали бы возможность такую, там, подобрать тренировочную группу, там, из тренеров хороших, там, неважно, каких, иностранцев, или украинцев, и было бы, такой же результат был, он тоже был бы лучше. Потому что, когда одна голова хорошо, но когда их, там, намного лучше. Там, кто-то досматривает с одной стороны, кто-то с другой, как бы. Поэтому, я не скажу, что наши тренеры, там, слабые, или там, что не умеют, как бы, все оно есть. Просто немножко, как бы, не хватало времени, не хватало, там, как чего-то, там, какого-то внимания, отношения руководства страны к нашему виду спорта. Сейчас, сейчас, как бы, сейчас стало намного лучше. Чувствуется-то и по условиям жизни, и там, и там, ну, абсолютно по всему. Поэтому посмотрим. Так говорю, что надо поработать, но если, главное, добиться результата, успеха. Будет результат, тогда уже можно будет разговаривать, кто лучше, кто хуже, и как это все достигалось. По этому поводу, конечно, много всяких вопросов, разногласий, споров, но я хочу сказать так, если, действительно, я как-то считал одну фразу, что, если наш, натурализованный игрок, как Джей Архолден, забьет последний бросок, если мы выиграем какой-то чемпионат, какие могут быть вопросы? Конечно, поможет. Если же этого не случится, тогда уже нужно будет смотреть. У нас хорошая команда, ну, такие, все доброжелательные, помогают друг другу, как бы, веселые, проблем с этим нет вообще. Тем более, играли в одном чемпионате, все знают, как бы, вообще, без проблем. Ну, да, во-первых, встретились, пообщались немножко, уже как бы, там, подшучим друг на другом, как бы, ну, такое, в процессе очень помогает, расслабляет немножко, чтобы там не зацикливаться на каких-то деталях. По поводу, то, что глаза горят. Конечно, горят, потому что, опять же, я повторюсь, это все новое, все новое, интересно, хочется посмотреть, хочется посмотреть, но, ощутить себя на месте игроков НБА, которые делают ту же самую работу, но она присезанная. Поэтому, очень интересно, и глаза горят, хочется это делать, и хочется делать это лучше. Может быть, а если взять молодых наших игроков, это же очень большой шанс. Ну, кто-то может заметить, на карандашах взять, какой-то поехать в лагерь, а там, может быть, пойдет, и попадет в Америку НБА. Поэтому, только вперед из песни, надо работать, опять же, отдаваться всему себя, баскетболу, тренировкам. Я думаю, у некоторых может получиться, у некоторых нет, ну, как посмотрим. Но, самая главная цель, это цель, вывести нашу сборную, первоначально из группы выйти, а там же дальше будем смотреть. А из группы есть шансы выйти? Я считаю, очень хорошие, очень хорошие, потому что те же болгары, те же грузины, те же бельгийцы, ничем не сильнее нас. В принципе, я считаю, что мы в днях, как условия, даже может быть, где-то лучше. У них есть натурализированные игроки, у нас тоже появился сейчас, надеюсь, появится. И у нас хороший тренер, тренерский состав, у нас все условия для того, чтобы добиваться чего-то. Понятно, что Словения и Россия сейчас на голову сильнее нас. Пока. Это пока хочу сказать. Потому что, может быть, в процессе, неделя за неделей, может быть, мы будем становиться сильнее, но, может быть, станем настолько сильнее, что сможем отдать бой и той же России, и Словении, и туркам, и, не знаю, сербам в основном. Потому что, в принципе, это баскетбол, мяч круглый. Если мы будем хорошо функционально готовы, даже учитывая то, что, может быть, мастерство в какой-то команде будет выше, но организованность мы можем это перебить. Геннадий Сергеевич Зачук золотые слова говорил, порядок идет класс. Если мы будем организованы, будем думать на площадке и будем отдаваться полностью, неважно, какое у нас будет мастерство в того или иного игрока. За счет желания можно и победить. Я скажу за себя, не знаю, за игроков. Я знаю, что многие готовы, некоторые, может, не готовы, но я скажу за себя. Если я приехал в сборную, значит, я должен, ну, как сказать, я решил для себя, что это не нужно, что я должен это сделать, должен помочь команде. По поводу петь гимн, это не так важно, петь его, чтобы все видели, что ты поешь. Главное, чтобы оно было в сердце, в душе у тебя. В этот момент, когда гимн играет, я, допустим, про себя это все читаю, там, пою себе, как бы, настраиваюсь на игру, там, какие-то мысли появляются, вот такие, патриотические. Поэтому, не обязательно, давай афишировать, что я вот такое, сейчас буду вам петь, там, не знаю, это не важно. На самом деле, можно спеть, и в голове будет, а ладно, быстрее отстреляться и домой поехать. Поэтому, у каждого, как бы, свое, я говорю, что я во время, когда поет гимн, очень такие, бурные эмоции переживаю внутри себя, пытаюсь немножко погасить, чтобы выйти потом в игру и с холодной головой, а не там, с горящей головой полетел, там, не знаю, там, набрался фоллоу, сел отдыхать. Поэтому, это чисто индивидуальный подход с этим делом, и я считаю, что это каждому, как бы, каждый сам по себе настраивается. Для меня, как лично для меня, это очень много значит, когда играет наш гимн, наш флаг поднимается. Очень приятно смотреть, если там, какие-то наши олимпийцы что-то выигрывают. Радостно за страну, потому что, как бы, такая у нас политическая ситуация тяжелая в стране, поэтому хотя бы спорт, какой-то должен дать позитивные эмоции людям, чтобы они, как бы, понимали, что у нас есть страна, у нас есть сильная держава, которая может достигать очень высоких успехов, не только в спорте, а везде.